Рейл Балтика Линия Рейл Балтика зайдет в Кингаракс со стороны Шкиру-Отавы и повернет на станцию Яня-Варты. Однако на земле для новой железной дороги здесь места нет. В этом месте линия Рейл Балтики будет находиться на эстакаде. Это значит, что уже имеющаяся инфраструктура железной дороги сохраняется, как она есть. А Рейл Балтика идет поверху. И как раз на пути железной дороги находится это инженерно-техническое чудо. Его нужно будет снести, чтобы Рейл Балтика смогла бы продолжить путь до центральной станции уже по земле. Вот это примерно то место, где полотно опустится на землю. Железная дорога Латвия-Сдзелстольдж остается, где и была. А мы продолжаем дорогу по зеленой зоне. Есть отдельные места, где дорога затрагивает отдельные хозяйственные помещения. Их придется снести. На станции Яня-Варты ситуация сейчас непростая. Пешеходный мост закрыт, а на заборе написано «Стоп! Закрытая зона». Но никого это не останавливает, потому что другого способа перейти дорогу просто нет. Поезда Рейл Балтика скоростны, а значит, все полотно будет огорожено звукопоглощающим забором. И ситуацию с пересечением дороги придется исправить. Пешеходам нужно пересекать железнодорожные пути. И они их пересекают в неположенном месте. Ситуация такая, какая есть. Но в рамках проекта Рейл Балтика мы сможем этот вопрос привести в порядок, построив новый мост или туннель для пешеходов и велосипедистов. Но вот тех, кто живет совсем близко к железной дороге, перспектива ее безопасного пересечения волнует меньше, чем возможность потерять собственное жилье. Различных зданий на пути Рейл Балтики действительно очень много. Но на всю Латвию жилой дом только один. По информации латвийского телевидения, это дом на улице Саласпилс. Хозяева эту информацию подтвердили. Им действительно несколько лет назад пришло письмо о том, что их дом могут снести. Но от интервью они отказались, потому что тема действительно болезненная. Пойдет этот дом под снос или нет, проектировщики еще решают. Владелец же здания в ближайшие несколько лет в подвешенном состоянии. Ни ремонт не сделать, ни продать. Но кому-то повезло больше. Дом Алекса на улице Локомотивис проект не затронет. И тут ремонт идет в полную силу. Чтобы нам жить, тут у нас маленький ребенок. Мы с женой вдвоем живем. И вот пришлось сейчас все попередить. Ну, чтобы старость встретить, решили так, чтобы жить тут. Надо все переделать. Фасад, крышу, ну все. Дальше на пути рейл Балтики путепровод Славу. Рядом недавно построенный Акрополь. И около торгового центра, возможно, тоже появится своя остановка. Вдалеке расположен мост Славу, где находится потенциальное местоположение региональной остановки. Существующая инфраструктура при этом и так довольно плотная. А рядом пойдет еще и рейл Балтика. Поэтому во время проектировки мы будем оценивать, будет ли физически место для остановки около Акрополя. Главное не исключать возможности ее постройки. Начиная проектирование, мы можем запланировать больше, чем построим. По крайней мере, в первой очереди. Важно, скажем так, не закрывать двери. Около Акрополя Кингаракс заканчивается и начинается московский форштадт. Какие изменения ожидаются там, расскажем завтра.